Здравствуйте! В эфире Ключевой вопрос. Тема сегодняшней передачи «Состояние дорог. Перспективы развития дорожной сети и дорожного хозяйства». Внимание содержанию дорог в большинстве стран мира уделяется очень большое, поскольку стабильный рост экономики невозможен безнадежно функционирующей дорожной сети. Причем создание такой сети должно быть основано на качественном проектировании, а также на разумном использовании финансовых и материальных ресурсов. В нашей республике в прошлом году начался процесс реформирования дорожной отрасли. Все региональные дорожные предприятия из ведения госадминистрации городов и районов были переданы в ведение Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства. На нее же были возложены функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования отрасли. О проблемах и перспективах дорог мы сегодня и будем говорить. Итак, наши гости в студии. Начальник управления дорожного хозяйства Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства Приднестровья Эльвира Николаевна Бехта. Старший инженер по организации дорожного движения управления ГАИ Приднестровья Сергей Владимирович Чемерис Главный инженер муниципального унитарного предприятия «Бендерское дорожно-строительно-эксплуатационное управление» Александр Николаевич Калышников Исполняющий обязанности заместителя начальника управления строительства, эксплуатации, муниципальной собственности и земельных ресурсов Госадминистрации Слободзейского района и города Слободзея Анатолий Васильевич Бороденко Начальник государственного унитарного предприятия «Слободзейское дорожно-эксплуатационное строительное управление» Александр Иванович Квасюк И водитель междугородних и международных маршрутов Вячеслав Палыч Белозеров Большинство автомобильных дорог в Приднестровье были построены в промежутке с 1938 по 1970 годы прошлого века и давно отработали свой нормативный срок Более 60% дорог в Приднестровье требуют капитального ремонта Многие из них вообще с того времени ни разу капитально не ремонтировались Я бы хотел, чтобы Вячеслав Палыч и начал наш сегодняшний разговор Вы человек, который эксплуатирует эти дороги непосредственно на протяжении многих лет Что сейчас можно о них сказать? В каком они состоянии? Как они меняются? Как вы сказали на данный момент, 30% дорог, конечно, просто нехудо ехать иногда по им У меня в основном маршрут зимой был, это Каменка В основном дорога до Каменки вся на, можно сказать, нормальном состоянии Но Рашково, село в этом году, там просто невозможно, не то что на машине, на велосипеде не проехать будет Там просто яма на яме И везде, где был латочный ремонт дороги, везде дороги не стало Вот неделю назад, полторы, стояла я возле ледового катка Ехала машина и остановилась, вышла женщина, она посмотрела, она не знала, как проехать Там яма была, наверное, сантиметров 30 Ну, женщина вышла с машины, подошла к яме, посмотрела по сторонам Села, вот я ему заехал, машина заглохла, и она сзади сигналит, что женщина сделает Вот у вас такие дороги у нас Не все, конечно, такие дороги, но дороги, которые сделаны по-настоящему Вот я могу сказать, даже Слободзею Если сделали, от Крагаша до Тирасполя Это, по-моему, в прошлом году? Да, да, эта дорога была стоять 3-4 года А если поставили латки, то она, первый снег большой, дожди, бог это все убивает Я думаю, наверное, сделать один раз по-человечески, чем каждую весну и осень латать Это, наверное, сказывается и на состоянии техники, транспорта Ну, техника, как бы, у нас небольшой здесь поток Фуры, конечно, разбивают дорогу, сильно ходят, но... Я имею в виду, что автомобили страдают от того, что некачественное покрытие, приходится часто их ремонтировать В основном, где сделано на совесть, там дороги стоят А где латки, там дорог нет Ну, вот, ваше главное направление, Тирасполь-Каменка, да? Вот на этом протяжении, какие участки дороги можно назвать нормальными? Вообще, проехать можно спокойно Нормальный участок дороги от Дубосар до Рыбницы До Дубосар, хороший участок, просто там, ну, есть небольшие там стыки просто Как бы ям нету А вот Рашково, там просто безобразно Там, на велосипеде даже, яму не объехать Они, как будто бы шахматная доска Спасибо большое Сергей Владимирович, вот с вашей точки зрения, человека, который так же всю жизнь работает с дорогами Ставт транспортом с этой ситуацией А что можно сказать в наших дорогах? Насколько безопасно их можно сейчас эксплуатировать? По поводу безопасности, вот, как сказали Полностью разбитый участок дороги, поврежденный Множество ям, выбоин Значит, он прямого воздействия на безопасность движения не оказывает Но, двигаясь по такому участку, нарушаются эксплуатационные свойства автомобиля Ухудшается, ясно дело, эмоциональное состояние водителя Это впоследствии скажется потом на безопасности пассажирских перевозок, грузовых перевозок и так дальше В настоящее время Наибольшую опасность представляют Это одиночные выбоины на проезжей части Когда автомобиль идет Разрешенная скоростью, у нее 90 км в час Внезапно возникает выбоина Или водитель должен резко сманеврировать Выехать на встречную полосу Или попасть в эту же выбоину И тоже потерять или колесо Управление автомобилем И то же самое приводит к таким последствиям В целом, наши дороги эксплуатировать можно Какой можно вердикт такой вынести? На основании сегодняшнего состояния В целом, можно Эльвира Николаевна, вопрос к вам Ваша госслужба проводит объезды Основных государственных и республиканских дорог И проверяет их состояние Какие участки, на ваш взгляд, самые проблемные? Какие из них требуют сейчас капитального ремонта? Какие еще, может быть, подождут? Ну, действительно Наша служба вместе совместно Представители нашей службы Совместно представителями ГАИ Госадминистрации районов Представителями дорожных организаций Мы производили объезд дорог Республиканских Я имею в виду по республике И на сегодняшний день Ну, если говорить о государственных дорогах То у нас 15,5 километров Автороги Террасполь-Каменка Раз уже зашла речь о ней Требует действительно ремонта Это и в Дубосарском районе Если знаете, это значит Район таможни до Танка До Дубосар Потом это участок дороги по Рыбнице Ну и, конечно, участок дороги по Каменке Там у нас действительно есть проблемы Но проблемы эти будем решать в ближайшее время У нас есть еще такие дороги, как Рыбница-Браштяны Которые у нас тоже первые 9 километров Ездят машины большой грузоподъемности И они везут с карьера на цементно-шиферный комбинат Значит, материал для переработки И, естественно, под действием машин с грузоподъемностью 40 тонн и более Разрушается покрытие Причем очень сильно и очень интенсивно У нас есть еще ряд проблем И по Рыбницким дорогам И по Слободзейским дорогам То есть мы определили те участки дорог Которые необходимо ремонтировать В первую очередь И они нашли свое отражение В той программе, которую мы составили На 2013 год Ну, к сожалению, пока она не реализуется Потому что, как вы знаете, закон о республиканском бюджете пока еще не принят Ну, будет принят закон, будем реализовывать А вообще у госслужбы Какое есть видение стратегии развития наших дорог? Или вот все усилия будут направлены только пока на поддержание? Государственная служба есть свое видение Сейчас нами разрабатываются Во-первых, новые технологии производства работ У нас на сегодняшний день Есть несколько предложений Именно по внедрению новых технологий Для внедрения этих технологий Необходимо приобретение новой техники Это, в частности, устройство поверхностной обработки Вот с применением битумной эмульсии Что позволит нам и повысить качество И в то же время сократить расходы На производство данного вида работ Потом у нас делегация ездила в Киев По обмену опытом о проведении ямочного ремонта И текущего ремонта Именно вот в такой период, как сейчас Чтобы наши дороги не были в ямах полностью А хотя бы вот сейчас При положительных температурах Когда имеется климатическая возможность Производить работы по ямочному ремонту И его производить Именно с целью того, чтобы не допускать Вот ям глубиной до 30 сантиметров У нас сейчас уехала делегация В Австрию, в город Вена По обмену опытом По применению Нового материала инновационного На нано-стап Значит, по приезде этой делегации Будет, ну как бы Уже они нам расскажут Что и как там И по результатам их работы Может быть, будет заключено соглашение О намерениях о применении этого материала Здесь у нас Ну, есть еще некоторые разработки Это в частности Применение геосеток При производстве ямочного ремонта Которые позволят То есть применение этих геосеток Они укладываются перед укладкой Асфальтобетонного покрытия нового И эта геосетка будет выступать В качестве армировающего материала Она не позволит тем трещинам Которые есть на существующем покрытии Появляться на вновь созданном покрытии Это и, опять же, геосетка Которая позволит укреплять откосы насыпи У нас есть такие проблемы Что насыпи размываются Особенно при подходах к мостам Потому что большой поток воды И происходит размыв насыпи То есть у нас есть ряд еще наработок Которые можно применять И которые мы будем применять Именно для того, чтобы уменьшить стоимость Производство дорожных работ И в то же время увеличить их качество Но главное направление Это уходить от ямочного ремонта И делать более продолжительные Протяженные участки дороги Сразу же, да? Это позволит и сэкономить материалы И сделать дорогу более долговечной? Да, конечно Это позволит и сократить материалы И позволит сделать Продлить срок службы данного покрытия Но от ямочного ремонта мы все равно пока не уйдем Пока нет Потому что у нас средств недостаточно Вот, ну, планируемое поступление Средств в Дорожный фонд На 2013 год У нас было 114 миллионов Но это на год Мы так Специалистами государственной службы Был произведен предварительный расчет Средств, которые нам необходимы Хотя бы для того, чтобы уйти от ямочного ремонта Это примерно нам надо 500 миллионов То есть, сами понимаете, сумма 114 и 500 Это все-таки есть разница Спасибо большое Мы чуть позже продолжим разговор о перспективах наших дорог Хочется сейчас подключить к нашему разговору руководителей Которые отвечают на состояние дорог в Бендерах и Слободзея Как вам удается поддерживать дороги? Какие перспективные, может быть, разработки есть? И нынешняя ситуация дорог Что нужно делать, на ваш взгляд, в первую очередь? По Бендерам Ну, в общем, сейчас дорожный фонд настолько изношен, что, ну, честно называлась цифра 60% По нашим оценкам, где-то 80-85% дорог наших находятся в неудовлетворительном состоянии Бендерских? Бендерских дорог, да Ну, в данный момент проводится и ямочный ремонт методом поверхностной обработки Готовимся к ямочному ремонту и горячими асфальтобетонными смесями И в том числе и к среднему ремонту Ну, для того, чтобы, значит, привести маломальски пригодное состояние дорог Нам нужно все-таки финансирование Потому что на этот год, значит, нам выделено 7 миллионов 600 тысяч всего По нашим расчетам, ну, для того, чтобы привести хотя бы в ближайшей перспективе дороги в пригодное состояние Нам нужно где-то, ну, порядка 10 километров дорог в городе делать средним и капитальным ремонтом Не получится ли так, что вот эту небольшую сумму вы будете использовать на дороги, которые Ну, как я понимаю, в первую очередь тратятся деньги на дороги, по которым ходит общественный транспорт Не получится ли так, что эти дороги у нас еще будут в более-менее неплохом состоянии А все, что к ним примыкает со временем из-за нехватки средств Получается, это то, что нужно делать В данный момент у нас есть программа на первый квартал В основном это ямочный ремонт То есть транспортные магистрали, по которым ходят общественный транспорт, троллейбусы, маршрутные такси Значит, эти дороги мы сейчас можем сделать только ямочным ремонтом То есть пока придется скакать по бугоркам, как у нас говорят То есть ямы у нас сделаются обычно каким способом? Ну, когда уже идет ремонт не такой, как сейчас мы наблюдаем Да, подсыпка, да, так называемая А все равно получается после ремонта асфальтом получаются такие вот полукруглые сверху заплаточки Ну, мы стараемся уходить от этих полукруглых заплаточек Это, в общем, дело в квалификации, значит, работников, которые работают на дороге То есть нужно укладывать норму асфальта, чтобы этих бугорков не было Ну, естественно, если они не доложат асфальт, то, если мы не доложим асфальт, то, естественно, тогда потом будет ямка То есть нужно выбирать такой вариант, когда дорога будет нормальная, ровная после укатки А есть возможность не доложить асфальт? Ну, нет Но есть такая вероятность, да? Я вот хотел бы сейчас обратиться к представителям Слободзейского района Я знаю, что у вас несколько лет уже работает машина, которая была приобретена где-то за границей, по-моему, на такого зеленого цвета И с ее помощью вы делаете ямы каким-то вот новым методом, которые практически вровень с асфальтом И после этого не разрушаются очень долго Такие дороги были сделаны, по-моему, на протяжении от Бендер до Террасполя, там в районе моста Потом на Терновку тоже вот видно, что заплатки просто выглядят как небольшие подпалины на участке дороги Но сделаны они, получается, очень качественно и ровно Ну, на эту тему давайте начну все-таки с того вопроса, который нам постоянно задается, в том числе и сейчас О том, что надо ли делать ямочный ремонт, а может быть лучше все-таки делать сплошное покрытие и так далее, и так далее Значит, ну, получается так, вот, если ответить на этот вопрос, то могу сказать так Что для того, чтобы уходить от ямочного ремонта, максимум, нужно делать ямочный ремонт Смысл выражения моего в чем? Значит, у нас немножко за последние, я знаю, десятилетия, может быть Нарушилась та система советская, которая говорила о том, что текущий ремонт должен выполняться круглогодично У нас это в последнее время почему-то делается в весеннее время То есть массово все дорожные предприятия выходят и начинают выполнять ямочный ремонт Значит, ну, действительно, мы приобрели машину Машина российского производства Завод-изготовитель находится в Брянске Машина называется R310, машина для ямочного ремонта, которая работает на битомной эмульсе Значит, что позволяет эта машина? Во-первых, она позволяет работать практически весь летний сезон Даже в дождливую погоду, так скажем, когда поверхность дороги влажная Битомная эмульсия позволяет работать в отличие от классического способа ямочного ремонта Где необходимо просушивать, высушивать и так далее Применение битомной эмульсии позволяет выполнять ямочный ремонт все-таки при влажном покрытии Ну и основное правило, на которое, допустим, нацелены дорожники Слободзейского района Это стараемся выполнять ямочный ремонт круглогодично То есть, и могу сейчас, конечно, даже уверенно сказать, что на территории Слободзейского района Дороги магистрального, республиканского, ну, может быть, в меньшей степени и местного значения Практически выбоин и ям нету Потому что мы стараемся их даже сейчас, в этот зимний период, все равно их устранять Так вот, мое выражение о том, что, чтобы уходить от ямочного ремонта, нужно выполнять ямочный ремонт круглогодично И тогда, естественно, затраты на ямочный ремонт Потому что вы сами прекрасно понимаете о том, что если выполнять ямочный ремонт, допустим, после всей зимы Как это видно и по городу Тирасполь, и по городу Бендера А все-таки в какой-то степени, защищая коллег из городов Тирасполь, Бендеры Хочу сказать, что все-таки содержание дорог в городских условиях намного тяжелее, чем за пределами города Потому что основным, так сказать, разрушителем дороги является вода Там, где у нас за пределами города обеспечен водоотвод, там и дороги, конечно, лучше сохраняются В городе же, если неисправна ливневая канализация, а тем более, если ее там нету То практически дороги очень сильно начинают разрушаться Если в момент их разрушения не принимать никаких мер, то есть не делать тот же ямочный ремонт Преобразование, допустим, той же выбоины, допустим, диаметром 10 сантиметров Ее немедленно заделывать, как это позволяет, в том числе эта машина То, естественно, эта выбоина будет разрастаться, к концу зимы она превратится в огромнейшую яму То, о которой и говорят водители, так сказать, которые с этим встречаются непосредственно на дороге Допустим, сейчас в Киеве очень много, вернее, полгорода в Киеве выполняет ямочный ремонт литым асфальтобетоном То есть применение литого асфальтобетона, ввиду того, что температура 180-200 градусов То есть больше, чем обыкновенного горячего асфальтобетона Плюс его пластичность и так далее позволяют выполнять ямочный ремонт и в зимний период времени Давайте для зрителей, чтобы им было понятно, объясним, что такое литой асфальтобетон? Чем он отличается от обычного асфальтобетона? Ну, литой асфальтобетон отличается от обычного Он в жидком состоянии подвозится? То есть он не в жидком состоянии Есть специальные, опять же, машины Мы их тоже собираемся приобрести И Слободзейская ДЭСУ, я думаю, в ближайшее время Тоже опять приобретет машину белорусского производства Которая делает литой асфальтобетон непосредственно на месте То есть загружается материал отдозированный Добавляется битум Там идет постоянное принудительное перемешивание Это примерно как при перевозке цементобетонов И плюс еще поддержание температуры То есть температура в момент укладки литого асфальтобетона Во-первых, его консистенция получается более пластичная Ввиду того, что там есть большее содержание битума То есть это примерно, если сравнить Допустим, делает тот же самый цементобетон В зависимости от добавления воды Его можно привести в более, так сказать, жидкое состояние То же самое и в литом асфальтобетоне Он по эксплуатационным характеристикам лучше? То есть он не так зависит от влияния воды и температур? Совершенно верно Литой асфальтобетон, конечно, он дороже Естественно, процентов, наверное, 25-30, чем обыкновенный Но и делать, конечно, есть в мире И практика, где передовые, так сказать, страны Европы В том числе и Германия, и в Америке Выполняются вообще дороги из литых асфальтобетонов А в последнее время вообще литые асфальтобетоны Применяются на таких ответственных конструкциях Как, допустим, асфальтобетоны Покрытие мостов, биодуков, путепроводов и так далее Но нас заинтересовало, конечно, у нас в республике Финансовые возможности, конечно, еще не позволяют Применять этот асфальтобетон Но для ямочного ремонта Для того, что я говорил выше Чтобы дороги сохранялись в неразбиваемом состоянии И в том числе и в зимние месяцы Применение данной машины очень, так сказать, будет помогать в этом деле Но надо еще, наверное, обращать внимание на то, в каком состоянии Тот самый слоеный пирог, на который укладывается этот асфальтобетон Потому что мы же видим, что новый асфальт Под весом большегрузных автомобилей Он все равно прогибается, появляются колеи И дорога все равно приходит в негодность Тут, наверное, все-таки некоторые участки нужно ремонтировать капитально Чтобы восстанавливать вот эту подушку Совершенно верно Эльвира Николаевна только что тоже сказала о том, что Есть участки дорог Это участки дорог Действительно мы сделали, допустим, дорогу от Тирасполя до Слободзеи Выполнили поверхностную обработку И мое мнение о том, что действительно сейчас, в настоящее время Нужно спасать дороги Приднестровья от их полностью Такого разрушения, как, допустим, Вражково Потому что есть такие участки дорог Которые уже действительно ямочный ремонт не поможет Их нужно выполнять И даже я боюсь уже, что есть такие участки, где и средний ремонт уже не поможет То есть там нужно необходимо выполнение именно капитального ремонта Ну а то, что капитальный ремонт нужен практически, я думаю, там не 60%, а 80% и больше, наверное, если не 90% Потому что у нас все дороги были построены в те годы, когда расчет дорожной одежды велся на грузовые автомобили грузоподъемностью 6 тонн Ну 10 тонн потом дальше То есть из категории существующих дорог в мире, да У нас в Приднестровье практически нет ни одной дороги Которая бы соответствовала современным требованиям Да, которая бы относилась к усовершенствиям капитального типа У нас все дороги делятся на низшего, переходного У нас в данном случае идет третья категория Это усовершенствия облегченного типа Это два слоя асфальтобетона, которые уже не выдерживают тех нагрузок Которые на сегодняшний день существуют при тех грузоподъемностях автомобилей Которые в настоящий момент перевозят грузы пассажиров и так далее То есть рассчитывая на роль серьезного транспортного, современного транспортного коридора Например, из Европы в сторону портов Украины и дальше на восток Мы должны понимать, что нам нужно в первую очередь осуществить полную реконструкцию дорог Чтобы они соответствовали современным нагрузкам Совершенно верно, вы говорите о том, что должен быть произвести Об этом уже давно все забыли А есть и проходили-то все, кто учился и кто работает Знают о том, что есть расчет дорожной одежды, расчет упругости дорожной одежды Которые расчетным методом показываются, какая толщина должна быть асфальтобетона В зависимости от ее нагрузки А в настоящее время у нас нигде, я говорю, в Приднестрове практически нигде Нет трехслойного асфальтобетона Либо дороги с бетонным основанием, которые перекрыты асфальтобетоном Я бы хотел задать вопрос У нас, к сожалению, нет представителей Рыбницы Но на удивление в Рыбнице очень хорошие дороги Они смогли за последние пять лет сделать их такими Что, в общем-то, жители города забыли о том, что такое ямы на городских дорогах Как получилось, что им удалось это сделать? Вы знаете, я вам хочу сказать такую вещь Что, может быть, действительно это связано с тем, что на город Рыбница Вообще на Рыбницкий район выделялось немало средств И до 2009 года, 2010 вернее, когда было новое распределение средств дорожного фонда Потому что раньше денежные средства оставались по месту сбора От налога на доходы предприятий Ну, вы знаете, что там металлургический комбинат, конечно, немалую роль сыграл Поэтому в Рыбницком районе денег было больше Естественно, они могли производить больше количества работ Больше объема работ И поэтому у них дороги и были лучше Но на сегодняшний день Я вот разговаривала с представителями дорожных организаций буквально на этой неделе К сожалению, и у них дороги уже не такого хорошего качества Они тоже жалуются, что, как и в Террасполе, ушел снег, ушел асфальт, а бетон То есть они тоже занимаются на сегодняшний день ямочным ремонтом Ну, конечно, жалко, что дорожный фонд у нас недостаточно финансируется Вернее, средств дорожного фонда Недостаточно для того, чтобы наши дороги были, ну, хотя бы на уровне мировых Хотелось бы, по крайней мере Ну, мы все знаем, что деньги в дорожном фонде появляются за счет платежей автовладельцев Да, это налог Одна из частей Одна из частей Это налог на использование дорог, да? Налог на пользователей, да На ваш взгляд, он достаточно, но соответствует той потребности, которая необходима И, может быть, в том качестве, в котором могут его восполнить сами водители Или его нужно корректировать? Понимаете, налог с владельцев транспортных средств – это лишь одна составляющая Одна из нескольких И в общем объеме она менее 30% Поэтому перекладывать все, допустим, беды на плечи автовладельцев Думаю, что, может быть, не совсем правильно Но в то же время мы слышим постоянное возмущение от автовладельцев Мы платим деньги, а ездить по дорогам не можем Налог с владельцев транспортных средств составляет до 30% Немалая, конечно, сумма, но это не та сумма, которая могла бы повлиять существенно На доходы дорожного фонда и на тот объем, который нам необходимо выполнять Чтобы хватало денег на все необходимые нужды дорожных служб Сколько нужно, чтобы этот налог, возможно, был? То есть во сколько его нужно увеличить? Затрудняюсь вам сказать Потому что я не налоговик, поэтому извините Я могу сказать, что, например, в Германии эксплуатация и поддержание в нормальном состоянии Одного километра, ну, так скажем, среднего немецкого автобана Обходится 200-250 тысяч евро Один километр У нас сколько примерно получается расходов на один километр наших дорог? Если брать в среднем количество средств дорожного фонда, которые планируются собрать, допустим, в 2013 году Это, ну, грубо, 140 миллионов Дорог у нас 4,5 тысячи километров Вот считайте Это примерно 25 тысяч рублей на один километр в год Есть еще, можно еще одно сравнение привести Допустим, по результатам 2012 года по Слободзейскому району Значит, из 11, там, с небольшим миллионов рублей Пренестровских, выделенных на дороге республиканского назначения 7 миллионов, практически около 7 миллионов Составили деньги на содержание дорог И всего лишь только 4 миллиона на средний ремонт Я уже не говорю о капитальном ремонте И вот сейчас шел разговор, опять же, о том, что госслужба Ставит вопрос о приобретении новой техники Вот, а это, кстати, хотел сказать, что невозможны новые технологии Все-таки без новой техники Но не может быть новая технология, если не вкладывать определенные какие-то средства Так вот, приобретение новой техники позволит уменьшить расходы на поверхностную обработку И улучшить ее качество Потому что, ну, в том числе и у меня, допустим, были проблемы с водителями Потому что та технология, которая советская, которая существует сегодня При устройстве поверхностной обработки, допустим, розлив битума И дальше розы пщебня, уплотнение Вызывает, естественно, не только неудобства А иногда и разбитие лобовых стекол и так далее Где камни летят Так вот, эта новая технология с применением битумной эмульсии И новой техники, исключает, вот Исключает, значит, разбитие стекол и так далее То есть, и в том числе уменьшается стоимость И за те же самые деньги, естественно, можно сделать намного больше Кстати, я, да, спасибо большое Я бы хотел обратить внимание еще на тот момент Который доставляет большие неудобства водителям Раз уж вы об этом заговорили Это ямочный ремонт Когда у нас сеть квадратных вырезов на асфальте Подготовленных для асфальтирования Стоит по несколько дней То есть, в пятницу их раскопали Суббота, воскресенье, выходные В понедельник пока приехала техника Все равно это все вот так вот И получается, что проехать по некоторым улицам Особенно по центральным Там, когда ведется объемный ремонт Практически невозможно Мы когда-нибудь уйдем от этого Или, может быть, перейдем на новый график ремонта На ночные работы Я хочу сказать, что уже с прошлого года Мы ушли от этого У нас сейчас перед всеми дорожными организациями Стоит задача Значит, сделали раскрытие ямы То есть, карту Отфрезеровали, вычистили, высушили Закрыли асфальтобетоном Убрали Ну, да, уже мусор получается И уехали То есть, покрытие за дорожными работами Остается вполне пригодное для проезда От подготовки до окончательного асфальтирования Будет проходить минимум времени Единственное, что это, конечно, погодные условия Если вдруг при фрезеровании пошел дождь Ложить в лужу асфальтобетон Это, по крайней мере... Но это неправильно, да А вот в Бендерах, конечно, состояние дорог По отзывам автовладельцев, которые ездят по этому городу Достаточно все-таки сложно И вот у Бендер есть какое-то видение Тоже стратегии и работы с улицами Или пока еще из-за того, как вы сказали Из-за скудного бюджета фонда дорожного В перспективе пока ничего сделать не удастся Или, может быть, как-то мы обнадежим наших водителей Конечно, нужны какие-то хорошие капитальные вложения Но я сейчас вернусь к ямочному ремонту В принципе, обработка ямок, фрезерования Ну, допустим, и зимний, и летний уже ямочный ремонт Все это делается в течение одной смены рабочей То есть на момент ухода бригада, значит, бригада из дороги Ямочный ремонт закончен, мусор убран В принципе, дорога, да, открыта для проезда Что касается перспективных планов Ну, есть видение, конечно, то, что я тут пытался говорить Значит, ну, для того, чтобы привести, скажем, до 2020 года дороги в порядок Ну, необходимо примерно делать порядка 10 километров дорог в год Капитальным ремонтом, обязательно То есть, ну, допустим, средний срок ремонта Межремонтный срок 10 лет для дороги Наши 130 километров дорог с твердым покрытием То есть это получается, значит, хотя бы 10 километров дорог в городе Нужно делать капитальным ремонтом А реально сколько получится, исходя из нынешней ситуации в этом году? Из нынешней ситуации, из тех денег, которые нам выделил бюджет Выделяют бюджет, значит, ну, большая часть уйдет на ямочный ремонт То есть для того, чтобы привести дороги в маломальско-проезжий состояние Мы вынуждены делать капитальный ремонт Частично мы, может быть, там что-то останется на средний ремонт И, естественно, у нас еще есть и, значит, средства регулирования дорожного движения Очень много проблем с просадками, провалами в городе Потому что, допустим, по сравнению с дорогами республиканского значения Между городскими дорогами, как Александр Иванович сказал, значит, дороги находятся в более сложном, значит, эксплуатационном режиме Это ливневые канализации, это городские коммуникации, телеком, водопровод, сами понимаете Если где-то происходят порывы какие-то, просадки, то приходится по возможности ремонтировать дороги и обеспечивать проезд Но основные направления, которыми вы займетесь в первую очередь, это какие? Например, по улицам, чтобы наши водители знали, что вот эти дороги будут отремонтированы в ближайшее время Это, конечно, троллейбусные магистрали и магистрали маршрутных такси Это улица Суворова, улица Котовского, улица Ермакова, улица Индустриальная Значит, вот такие дороги Улица Бендерского, Кишиневская, на это будет обращено особое внимание Смотрите, мы отремонтировали дороги в прошлом году И они были в достаточно нормальном проезжем состоянии Но, кстати, мы весной получили вот то, что мы сейчас видим Мы их отремонтируем ямочно сейчас тоже в этом году И на следующий год получим их еще хуже, чем они были в этом Есть ли такая опасность? Потому что денег у нас все равно Это не опасность, это реальность, которая так и будет Потому что мы ремонтируем, делаем ямочный ремонт, ремонтируем ямку Тот асфальт, который мы уложили, это многократно наблюдалось на дорогах Он стоит, а асфальт рядом, разрушается Есть такие дороги, которые уже, наверное, бесполезно ремонтировать ямочным ремонтом Там применил только средний капитальный ремонт Это, допустим, улица Тамары Крючок у нас Значит, улица через некоторое время будет совершенно, как мы говорили, непроезжая То есть нужны серьезные капитальные вложения То есть если мы срочно сейчас не перейдем на какие-то новые технологии Или не сделаем прорыв в работе с нашими дорогами То, в общем-то, мы их потеряем в ближайшее время Ну, поэтому президент и правительство поставило задачу перед государственной службой Именно перейти на новые технологии с тем, чтобы, я уже говорила, уменьшить стоимость И увеличить качество производимых работ То есть применяемые новые технологии, которые вот сейчас у нас в разработке Мы надеемся, что все-таки позволят нам отремонтировать больше дорог И с каждым годом число ям на дорогах, надеемся, по крайней мере, будет меньше Анатолий Васильевич, а в самой Слободзее? Ну, вот в центре города можно, в общем-то, проехать Но, свернув направо или налево, даже гравийные, ну, как правильно они называются Примыкающие, да, дороги, они, в общем-то, в очень тяжелом состоянии Да, я как раз на эту тему хотел сказать Что у нас сейчас ведется разговор Так немножко оторванный от того, будем говорить, основного народа Которому, может быть, не нужен асфальт Ему нужно выйти со двора, просто пройти чистую обувь по дороге По простой сельской дороге, где у нас живут такие же люди, такие же бабушки Такие же молодые мамы с колясками ходят Вот Если вести разговор только об асфальтобетоне, о котором мы говорим То мы никогда, наши сельские улицы, не поднимем из болота Вот, поэтому, будем говорить, три года назад Или судьба так развернулась, или как Но, когда были переданы предприятия дорожные введения администрации Значит, у нас появились совершенно другие возможности По, будем говорить, не ремонту, а прямо строительству сельских дорог Перевод их из грунтовых к гравийных, гравийных в Себневые Вот И каждый год Значит, мы с 2010 года начали, будем говорить так Производство работ на сельских дорогах Методом белого варианта, или как он правильно Белый вариант мы его называем И использовали на основании договорных отношений с Тернистромом Карьером-известняком, родимой и чобружеской карьеры И использовали местные материалы для того, чтобы поднять эти дороги из, будем говорить, прямым словом, из болота Значит, и ежегодно мы около 30 километров сельских дорог переводили из грунтовых в гравийные дороги То есть, будем говорить, вытаскивали их из такого состояния, где они вообще, будем говорить, не служили До этой реформы, когда мы имели там 800 тысяч на район слободзейский при протяженности 700 километров приблизительно сельских дорог по населенным пунктам 800 тысяч, 900 тысяч Каждая администрация сельского населенного пункта была довольна, что им выделили 15-20 тысяч просто на гридирование Для того, чтобы просто сравнять поверхность земли, чтобы люди могли на автомобиле на том же, кто имеет частники Сегодня уровень жизни совершенно другой у сельского жителя Те же приборы, те же, будем говорить, и в коммунальной сфере, и автомобили Вот, и народ хочет тоже ездить по хорошим дорогам Нам, допустим, на сегодняшнем этапе даже невозможно построить асфальтобетонные дороги Но вытащить, будем говорить, перевести хотя бы в себнивый вариант Это, будем говорить, перед нами задача еще на несколько лет Просто из-за того, что ее невозможно Вы вопрос все время задаете, сколько нужно времени Времени можно за год сделать, но дело не во времени, а в средствах Но именно вопрос о времени идет в зависимости от средств Да, по нашим километрам и суммам, которые выделяем, у нас получается 29,5 тысяч Ориентировочно на 1 километр сельских, муниципальных дорог Вот, средств Но за 29,5 тысяч можно сделать, ну, я знаю, может быть, 300 метров, 100 метров сельской дороги Вот, но никак не километр Поэтому ориентировочно по этим расчетам Как минимум нужно хотя бы 10 лет, чтобы по порядку эти дороги делать Не делая в то же время и не трогая те асфальтобетонные дороги Туда не вкладывая ни копейки То есть, вот о чем суть Но асфальтобетонное покрытие тоже нужно содержать Поэтому основная, будем говорить, и сумма уходит туда Ну, вот это еще один пласт, большой пласт проблем Это сельские дороги, которые тоже нужно поддерживать в нормальном состоянии Чтобы жители сел, а села, в общем-то, у нас в республике В ближайшее время будет играть достаточно большую роль В связи с генеральным направлением развития сельского хозяйства Наверное, тоже это очень серьезная задача Я бы хотел в нашем разговоре сделать акцент еще на одной проблеме Который связан с качеством и состоянием наших дорог Это снова вернуться к проблемам автовладельцев, которые попадают в ямы Я бы, вот, Личава Павловича, хотел спросить Вам известны случаи, может быть, примеры из вашей собственной практики О том, какие проблемы происходили из-за попадания в яму, например Или из-за того, что дорога была, в общем-то, в нехорошем, неправильном состоянии Что водители поймет Передние стойки, задние амортизаторы По данным дорогам хватает на два месяца И они не работают в состоянии Машина просто разбивается Вы все равно за собственный счет ремонтируете машины Которые, в общем-то, двойная нагрузка получается Вы платите деньги и за ремонт собственной машины И за, в качестве дорожного налога, за содержание дорог Может быть, было бы правильнее направить деньги, которые вы тратите на ремонт машины На те же дороги Тогда хотя бы на чем-то сэкономили Я бы хотел у Сергея Владимировича спросить Как поступать водителю, который попал в неприятную ситуацию из-за ямы, например Вот он пробил колесо или погнул диск И, дай бог, колесо оторвалось В этой ситуации, это признается как дорожно-транспортное происшествие Необходимо вызывать сотрудников ГАИ, чтобы это все фиксировать Дальше какие действия? Вызывается сотрудник ГАИ Он оформляет материалы ДТП В зависимости от тяжести От размера механических повреждений Или тяжести последствий Если есть пострадавшие Вызывается оперативно-следственная группа Материалы оформляются И проводится расследование В случае, если виновник дорожной организации Редко соглашается со своей виной Тогда водителю необходимо обращаться в суд И суд сейчас решает в пользу именно владельца транспортного средства Где-то несколько лет назад был такой случай На дороге Террасполь-Каменка в районе Гаян Микроавтобус тоже, как о чем говорили Дорогу готовили к ямочному ремонту Сделали выборку асфальта И так оставили И водой залило ее Микроавтобус уехал, перевернулся Ну, получил существенные механические повреждения Там, по-моему, даже и пострадавшие были Суд вынес решение в пользу владельца Дорожная организация Добусарской ДЭСУ возмещала ущерб Ну, это то, что касается Непосредственного участия Как бы дорожных служб То есть они сделали эту выборку И оставили ее на дороге Наверное, не поставив никаких предупреждающих знаков Как у нас это достаточно часто бывает Хотя бывает и наоборот Дорога уже отремонтирована А предупреждающие знаки стоят еще 2-3 месяца после этого Как вот, например, это было в прошлом году в Рыбницком районе Ограничивающая скорость 40 км в час Наверное, водители тоже об этом знают Если эта яма не ремонтирована Просто вот она в асфальте И как доказать тогда, что автомобиль действительно попал в эту яму Что это не вина водителя Как обычно пытаются списать на водителя Как не справившись с управлением автомобиля Не смог объехать яму Александр Иванович будет возражать Но владельцем этой дороги является дорожная организация Которая несет полную ответственность за эксплуатацию И безопасность дорожного движения на участке обслуживаемых дорог Поэтому здесь тоже рассматривается через суд То есть вы рекомендуете всем водителям Которые попали в неприятные ситуации И считают виновниками этой ситуации Не себя, а дорожную службу И состояние дорожного покрытия Это должно быть документированного в ГАИ Все происшествия должны быть Так вот, практиковаться Хотя бы в черте города В городах много практиковаться Как у отца ямочный ремонт делают ночью Почему у нас такое не делается? Ночью делается ямочный ремонт Улиц есть же, освещенные участки есть Ну а как вы представляете себе Ночью люди спят И вот эта техника гром Но в городах же делают других Почему-то делают? Наверное, есть спальные районы Есть какие-то есть дороги На которых можно это делать, этот ремонт У нас, допустим, город небольшой Ямку засыпали Представьте себе Пенсионеры, 80 лет Не всегда здоровые люди И мы будем им вот это дело Ну я просто говорю, потому что это делают Гром техники, стук, отбойных молотков и прочее Где делается? Ну как, в Москве, вот по Москве едешь По ночам там делают дороги Делают, потому что днем не успевают Но не потому что они днем отдыхают Спят, а ночью работают Они работают три смены, потому что не успевают Ну москвичей, он должен сказать, что избаловали Потому что все знакомые говорят Что если у них попадается хоть небольшая трещинка В асфальте Или где-то там, не дай бог, качнуло машину Они уже бегут в суд И пытаются сейчас свои права Понятно, они думают Но это не говорит о том, что тогда дорожная организация Должна днем спать, а ночью работать В Москве так никто не делает Ну как? А кто будет ночью? Можно и две бригады Одна бригада днем работала, другая ночь Ну да, то есть круглосуточный режим работы Перевести дорожную организацию Ну, Эльвира Николаевна сказала, что сроки ремонта С прошлого года сократились существенно И, надеюсь, мы больше не увидим Что ямы раскопанные остались Для этого есть обыкновенный способ Просто закрывается дорога и вы едете вокруг Все Но у нас привыкли так Как это закрыться, дорога Маршрут закроется и так далее Поэтому тут нужно не обвинять дорожников А наоборот еще и восхищаться ими Что они под движением транспорта Где вы водители, в том числе Находясь за рулем Никогда не придерживайтесь знаков Который идет 20 км в час Никто не едет 20 Хорошо, что предупреждаем И говорим о том, что Будьте осторожны и внимательны Говоря о дороге, которая у нас вдоль катка Как там? Лучевой проист, по-моему, называется? Несмотря на то, что там были очень глубокие ямы Их очень много было И сверху они были залиты после таяния снега водой Или после дождя Ни одного предупреждающего знака О том, что там плохая дорога или там ямы Не было поставлено в этом году Это неправильно, конечно Знаки должны быть Хотя бы о том, что неровная дорога Для того, чтобы водитель знал о том, что Снизь скорость, неровная дорога Это обязывает водителя уменьшить скоростной режим Те, которые ездят там каждый день, конечно, знают все ямы на ощупь Водители, которые проезжают иногородние первый раз В общем-то, могут попасть в довольно неприятную ситуацию И как раз у них-то могут возникнуть серьезные проблемы Потому что они не знают, куда обращаться Вызвать ГАИ И как они будут подавать в суд, если им через два часа нужно выехать за пределы, например, Приднестровья В сторону Кишинева Тоже ситуация, которая говорит о том, что у нас еще в этой сфере очень много проблем Хотел бы пожелать дорожникам, дорожным службам, людям, которые обслуживают дороги достаточных средств Новые техники и профессионального качественного подхода к этой работе Чтобы технологии соблюдались И добрых отзывов от водителей, от тех, кто эксплуатирует наши дороги Начиная с этого года, все предприятия дорожной отрасли республики работают под руководством Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства Объединение дорожного хозяйства в единый орган не только позволит контролировать средства дорожного фонда Но и обновить технику, внедрять новые технологии, которые возможно применять в нашем регионе Тем самым обеспечить движение автотранспорта по качественной дорожной сети республики Это был ключевой вопрос. Всего вам доброго!